Льготы детям и инвалидам. Если ребенок имеет определенные проблемы со здоровьем, которые мешают ему полноценно жить, то родители могут оформить для него инвалидность. Такой статус позволяет получить льготы детям и инвалидам, а также предоставляет определенные условия для родителей. Такие несовершеннолетние обязаны получить денежные выплаты от государства, а также пользоваться дополнительными условиями, которые предоставляются по закону. Правительство России каждый год вносит изменения в сумму положенных пособий, а также дополняет список привилегий. Можно ли признать инвалида недееспособным? Если в семье есть малыш с ограниченными возможностями, которому требуется особый уход, то мать или отец имеют право обратиться с заявлением в суд, чтобы установить данный факт. Заявление направляется по месту жительства или по месту лечения. Как только обращение будет получено, судья возбуждает дело, а затем назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Важно! Как только этот факт будет установлен, в течение трех суток суд передает судебное решение в службу и опеки, чтобы эти органы установили над несовершеннолетним наблюдением льгот детям и инвалидам, когда может быть присвоен такой статус. Существует постановление, в котором указано при каких случаях ребенок считается недееспособным и в этом случае ему может быть присвоена группа инвалидности. Можно узнать подробнее о том, дают ли инвалидность при аутизме ребенку, а также, в каких случаях можно рассчитывать на такой статус. Нарушения в нормальном функционировании организма. Это могут быть как врожденные, так и приобретенные дефекты, травмы или перенесенные болезни. Невозможность нормально существовать в обществе, так как нарушена социализация. В этом случае врачи выделяют полное или частичное нарушение, здесь доктор оценит, как пациент общается, передвигается и может ли сам себя обслуживать. Важно, чтобы получить статус, врач должен установить сразу все пункты, в том числе подтвердить, что ребенку требуется постоянное лечение. Но чаще всего инвалидность устанавливается даже если у несовершеннолетнего имеется лишь один-два из подпунктов. Сахарный диабет зачастую не является заболеванием, которое требует постановки инвалидности. Льготы больным детям положены и виды льгот. Бюджет государства предполагает материальную поддержку таких больных, а также в законодательстве прописанные льготы, на которые могут рассчитывать и ребенок, и его родители. Стоит разобраться в этом вопросе более детально. Пенсионная выплата. Такие льготы детям положены каждый месяц, и начиная с 2018 года, сумма пособия составляет 12 557 рублей. Когда рассчитывается пенсия, обязательно учитывается территориальный коэффициент в области проживания. Самый высокий составляет 2, а самый низкий имеет 1,15. Иждивейнец получает такие средства до того момента, как ему исполнится 18 лет или же до снятия инвалидности. Ежемесячная выплата. Пока больному не исполнится 18 лет, поступление компенсационных средств будет происходит на карту его матери или отца. Сюда можно включить целый перечень пособий. Ежемесячные выплаты на счет пособия по уходу за ребенком для родителей, социальная пенсия и инвалиду. Пенсия обязательно индексируется каждый год по закону. Последняя индексация была проведена в 2018 году. Если же еждивейнец проживает в суровых климатических условиях, то районный коэффициент будет выше, а значит и сумма выплаты будет больше. Обратите внимание, когда малыш воспитывается в семье, где есть только мама, то для него отдельно предлагается компенсация за потерю кормильца, но здесь придется выбрать только один вариант пенсии. ЕДФ же считаются дополнительными пособиями. В феврале текущего года была проведена индексация, благодаря которой размер перечислений составляет 1525 рублей и 40 копеек. А если родители напишут отказ от общего набора бесплатных услуг, то есть откажутся от медикаментов, санаторного отдыха и бесплатного проезда, то к сумме прибавляют еще 1082 рубля. Ежемесячная выплата детям и инвалидам права на образование. Льготы инвалидам детства положены с самого рождения, поэтому ребенок может отправиться в детский оздоровительный санаторий учащейся. Школы также имеют определенные привилегии, о которых стоит поговорить детальнее. Первое, о чем стоит сказать, это возможность воспитания ребенка, а также его обучения на дому и в образовательных учреждениях негосударственного типа. На эти цели государство выделяет определенную сумму средств, чтобы полностью покрыть расходы. Также родители могут найти другой выход из ситуации, обратившись в школьные и дошкольные учреждения, которые специально предназначены для таких детей. Здесь присутствуют коррекционные группы и классы, а кроме этого работают специалисты, которые умеют найти подход к таким малышам. Важно! Иногда в негосударственных учреждениях могут потребовать вступительный взнос, к этому родителям стоит быть готовым. Право на медицинское обслуживание Льготы на ребенка инвалида распространяются также и на медицинское обслуживание. Родители могут получить путевку на санаторное лечение малыша, а также имеют право бесплатно получить некоторые виды лекарственных средств. По инвалидности государство предоставляет средства на проведение некоторых операций. Транспортные При наличии такого статуса несовершеннолетние и его представители имеют право использовать общественный транспорт города бесплатно. При этом за пригородные маршруты также плата не взымается. Если больному необходимо добраться до места лечения или прохождения реабилитации, то ему предоставляется бесплатный проезд. Социальный работник и родитель могут пользоваться таким же правом, если у несовершеннолетнего установлена инвалидность с первой группы. Инвалиды детства, которым присвоена первая и вторая группа, получают скидку на билеты в уезде, самолете и на корабле. Такая скидка может быть использована только один раз в год. Для получения льготы представляется пенсионное удостоверение. Обратите внимание, такой вид льготы не распространяется на использовании такси. Транспортные пособия инвалидам поступления в ВУЗ или колледж. Если несовершеннолетний смог сдать все вступительные экзамены, то по закону он имеет право получить место вне конкурса и очереди. Данные будут взяты из аттестата. Но в некоторых заведениях существуют ограничения по здоровью и это придется учитывать. Если такие ограничения есть, то выступление будет отказано на законных основаниях. При поступлении можно рассчитывать на прохождение на бюджет беступительного экзамена, если заявление подано с одинаковым количеством баллов то место получит тот, у кого имеются льготы, когда экзамен будет сдан успешно, ученика зачисляя по бюджетной квоте. Обратите внимание, льгота предоставляется только один раз, поэтому стоит внимательно подбирать учебное заведение. Жилищные льготы Если установлена инвалидность по речи у детей или же на основе другого заболевания, то по закону несовершеннолетний имеет право получить определенные привилегии. Например, если в семье болеет малыш, то они могут получить скидку в 50% на определенные услуги. Например, аренда квартиры, услуги связи, коммунальные услуги. Такие семьи находятся на контроле у властей и они стоят первыми в списке распределения жилья. Детская инвалидность является веским поводом для выдачи жилья, особенно если ребенок болен открытой формой туберкулеза, у него имеется расстройство психики или же был поставлен диагноз ВИЧ. Выплата и льготы, положенные родителям инвалидов. Трудовой и налоговый кодекс нашей страны имеет определенные поправки, которые касаются опекунов детей инвалидов. Зачастую родитель не может работать, так как каждый день ухаживает за ребенком и обеспечить этот уход не может никто другой. Существует пособие, которое выплачивается таким опекунам, чтобы его получить, следует в пенсионный фонд подать такие документы, письменные. Заявление на получение выплат. Справка, подтверждающая инвалидность несовершеннолетнего копия паспорта заявителя. Справка из ПФР, которая подтвердит, что других выплат получено не было. Справка о безработице из Центра занятости. Письменное согласие на уход за недееспособным. Средняя выплата составляет 5500 рублей, но в некоторых регионах сумма может быть больше или меньше, иногда она достигает прожиточного минимума. Родителям ребенка-инвалида не стоит забывать о том, что они могут получить определенные привилегии по закону, а также денежные выплаты на несовершеннолетнего. Но если статус с ребенка будет снят, то компенсации и льготы также не будут актуальны. Продолжение следует...